Место земного упокоения батюшки Василия Ермакова хорошо известно верующим Санкт-Петербургской митрополии. Приезжают сюда на Серафимовское кладбище и из других епархий, городов и стран. Могила Протерия Василия расположена за алтарем храма преподобного Серафима Саровского, в котором этот пастырь Божий служил, принимал людей с их горестями и бедами, утешал и наставлял на путь истинный. Более полувека отец Василий стоял у престола Божия. За его веру, слово правды, горячую любовь к России и народу, за необъятную душу, в которую он вмещал всех и каждого, почитали его люди при жизни, почитают и по его блаженной кончине. 3 февраля – дата памяти Протерея Василия Ермакова. В этот день в Серафимовском храме собираются многочисленные духовные чадо батюшки. И каждый хранит в своем сердце историю встречи, дорогие минуты общения и совместные молитвы с Духовным Отцом. Вспоминает его прозорливые и мудрые слова, глубокий вдумчивый взгляд, ласковый и строгий его весь лучезарный облик. Вот его особенный дар, дар молитвы – это особый дар, который Господь наградил его даром молитвы. А через молитву, естественно, он и получил веру и любовь к нашему Господу и Спасителю. И нам, конечно, всем здесь предстоящим, которые помнят его, которые его знали, видели, слушали, получали от него наставления и благословения, чтобы и мы в своей жизни, хотя бы, может быть, очень мало, но постарались бы в своей жизни и по отношению к своим близким, и к своим друзьям, и знакомым, соседям, родственникам, тоже бы принести им в пример Отца Василия маленькую частичку любви, маленькую частичку молитвы, чтобы мы были вот именно теми последователями, теми учениками и ученицами нашего Господа и Спасителя, о которых молился всю свою жизнь, и сейчас в Царстве Небесном молится Отец Василий. И Слово Твое истинно. Яко Ты, си воскресенье, живот и покой, усопша гороба Твоего, ныне поминай, мага, пресно памятного протерея Василия Христе Божия наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне пресно и вовеки веку. Много вопросов было решено батюшкой, много любви, патически обнимет, головку головки склонит, ну давай там, чего у тебя. Вот. И все, больше уже ничего не надо. Вот она любовь, вот она доброта. Иногда вдруг увидит, лесу сделает, угрюмая такая, я тебе дам-то. Как-нибудь так затопает и скажет, ну скажет так, что пробирает вот до самых костей. В каждом человеке видел именно то, что ему надо этому человеку. И проблемы наши решал, и молился за нас. Эту молитву вот мы до сих пор чувствуем. Мы можем обратиться к батюшке, а как там, а как здесь, а помогите, а помолитесь. Стоит это делать или не стоит? Батюшка всегда даст ответ. И мы сейчас очень стараемся сохранить все то, что вот мы видели, слышали, то, что мы смогли почувствовать. Ведь он не учел чему-то конкретному, каким-то способом. Он просто вот был пример, являл свою веру, и впечатление от того, что мы видели, настолько глубоко запало в душу, что это забыть уже невозможно. Я это и стараюсь передать прихожанам, вот ту батюшку на школу. Все то, что видел, он прежде всего был настоящим. Как мы часто говорим, много умных, много добрых, а батюшка был один. Вот в нем была такая вера. Человек, когда встречался с ним, ну, наверное, по-разному люди могли к нему относиться. Кто-то принимал, кто-то не принимал, но равнодушных не могло быть после этого. Ведь откуда человек начинает верить? Как можно в нем его научить верить? Научить невозможно. Невозможно объяснить, что такое вера, невозможно предъявить ее. Ее можно только показать или явить в своем сердце, в своей душе. И когда человек видел батюшку, вот он, наверное, мог сказать, что если есть такой человек, как отец Василий, значит, Бог есть. Седьмой год, 3 февраля, проходит концерт, посвященный памяти отца Василия Ермакова. Полуторатысячный зал Дворца культуры имени Горького был заполнен. Народные, заслуженные артисты, тоже духовное чадо батюшки, исполняли его любимые песни и стихи. Он ты слишком долго говорил, не ответив мне, звезда погасла. На эти вечера приходят целыми семьями, чтобы еще и еще раз вспомнить своего духовного отца, каким он был и каким остался в сердцах. Отец Василий очень ценил дарованный Богом талант человеческий. Родина, ах, моя Родина, берег реки вдалеке, красная кровью смородина, капельками на руке, крик одиночества в осени, и журавли, и журавли, и журавли, с берега хочется броситься, с самого края земли. Реки покажутся речками, церкви горящими свечками, а умирая уже самая-самая вечная. Родина болью в душе. Я сегодня счастлива и благодарю Господа, что сподобил меня быть в своем родном, любимом городе среди вас, которые тоже помнят, знают отца Василия, и я нахожусь сегодня здесь. Отец Василий, конечно, был необыкновенный человек. Столько приходило к нему прихожан, паломников, вы знаете, он всех утешал, всем находил минутку, хоть что-то сказать, поисповедоваться, и наставление давал. На кого-то немножечко так, знаете, так нельзя, так нельзя, что ты делаешь? Нет, 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 благословения нет, или что-нибудь вот так. А так всегда все уходили от него очень утешенные. Поражало его веселое настроение, болел ли он, старел ли он, какие-то притеснения от начальствующих испытывал, от чад какие-то огорчения. Тем не менее, всегда он был весел, всегда у него была шутка, всегда было доброе слово, и главное, внимание к людям. Вот этим он мне запомнился, именно своим вниманием к людям. Это очень ценно, потому что мы сейчас очень друг к другу невнимательны. И врачи к пациентам, и власти к людям, и пастыри к своей пастве. Очень часто бывает, надо совершать какие-то великие дела, богослужения, там, конференции, не до людей. А вот ему всегда было до людей. И это, конечно, очень ценно, очень правильно, и это именно отозвалось то есть в сердцах людей, то и любовью, тем почитанием, которое они воздают по-прежнему отцу Василию. Памятные вечера батюшки проходят с особой теплотой, смехом и слезами, болью и радостью. Я только хотела задать вопрос отцу Василию, а он так повернулся ко мне и взял мне так за руку и ответил. Я думаю, Господи, я же еще не задала этого вопроса, он мне ответил на него, думаю, для меня это было большим чудом. Только прикасалась к батюшке, у меня всегда текли слезы очищения. Это вот как слезы радости. Кажется, что все грехи от тебя уходят. После уже службы народ оставался и стоял, а батюшка стоит и говорит, да идите домой, у Вас, у кого и посуда не мыта, у кого там и это. А все стоят, батюшку ждут, когда вот слово скажет. И как это вспоминается, тепло на душе. Конечно, тяжело, без него тяжело, но всегда, каждый день ты чувствуешь его молитву. Если попросить помолиться на могилке, на службу молиться, подумать о нем и попросить, обязательно все произойдет. Чему он нас тогда научил, тем мы и живем, тем мы передаем и детям, и думаю, и внукам это все передастся. Те мгновения, которые с ним были, это мгновения, никогда не забудутся, никогда не пропадет молитва, любовь, тепло, которое он даровал. Сколько духовных чад у отца Василия. В разных городах, на разных континентах и у всех один духовный отец, у которого всегда доставало времени и сил и любви на каждое свое чадо. Когда я учился еще в духовной академии, меня митрополит Никодим направил псаломщиком в Никольский собор в Ленинграде. А отец Василий был тогда там ключерем. Потом я стал монахом, стал иеромонахом и продолжал служение уже в Сане священник, в Сане иеромонаха в Никольском соборе. И вот отец Василий ко мне, как молодому священнику, молодому монаху, очень тепло относился, учил, я от него много почерпнул из его опыта, большого духовного опыта, пастырской деятельности. Он тогда уже был маститом, протереем. говорил замечательные проповеди, он ничего не боялся, ведь обычно власти, конечно, следили, что говорит священник. Он очень доходчиво говорил, хорошие такие, яркие проповеди, причем были направлены к каждому человеку, который его слушал. Это замечательно. Он был образец такого проповедника еще в то советское время, это в середине 70-х годов. Он любил всех, любил всех, он частично своего сердца отдавал каждому человеку, который с ним общается, или о ком он заботится духовно. Очень замечательный пастырь был, очень замечательный. Идут годы, но каждый раз замирает сердце от правды и духовной силы, когда слышишь слово про Таирея Василия Ермакова. Вам надо учиться вере, молитве, исполнении тому, чему зовет наша святая вера православная. Везде показать своей жизнью подвигом жизни. Я христианин. И пусть преподобный Серафим Саровский даст нам вам укрепление веры, благочестия и чистоте. Пусть просветит ваше сознание, что вы поймете, осознаете, что Бога предавать не надо. Не надо искать других наставников. Мы это проходили, все это. Наш долг поднимать Россию молитву, веру и просить, что великий угодник, печальник русской земли был с нами и помог нам, христианам, возродить всю мощь, могущество Святой Руси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин